Доброго здоровьица, уважаемые подписчики канала! Я думал, что вы теоретик. Это когда было просмотрено видео о срокосуточном голодании. А вы, оказывается, и на практике кое-что знаете. Так вот, что я хочу сказать. Итак, самая теория направлена на то, чтобы объяснить мою собственную практику. Как это работает. Я такой человек, которому нравится на себе изучать механизмы действия тех или иных оздоровительных средств. И если ты что-то практически можешь, то тебе уже легче это передать другим, рассказать какие-то частности, какие-то особенности. Если же ты теоретик, ну, например, теоретик, о, 40 суток поголодал. Ну и что там 40 суток? То есть человек даже не понимает, что происходит там в первые сутки, что происходит там во вторые, что происходит там на 20 вторые, на 30 вторые, наконец-таки на 41-е. Как там выходить? То есть он не чувствует, не знает реакции своего организма. Он это не пережил, он это не чувствует. И поэтому ему чисто теоретически что-то там говорит, а, какой-то там ацидоз возникает, что-то там плохо, неплохо там. Но, короче, плетет не околесится. А когда ты это прошел, ты уже четко знаешь, что с тобой происходит. И в своих книгах и трудах я стараюсь так это преподнести, чтобы рассказать для вас, что с вами будет на основании своего личного опыта. То, что я пережил, и практически в среднем каждый человек через это проходит. Вот, конечно, бывают частности. Каждый человек индивидуальный. Так вот, в этом видео я хочу особенно подчеркнуть, какой я теоретик и практик. Чего я достиг на практике? И чему могу научить вас? Или хотя бы рассказать, как это работает? Значит, первое. Школу брать не будем. В детском садике я не был, школу брать не будем. В школе я учился на тройке, мне просто-напросто было неинтересно. Что было интересно, то я читал с удовольствием. Читать я любил. Далее у меня начинается спорт. В спорте я стал мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Поднял 200 килограмм. То есть не просто там оторвал, а толкнул их. То есть это разные вещи. То есть конкретный результат мастер спорта СССР. Зафиксирован. Этому я могу научить вас рассказать. Что в свое время я и делал, будучи тренером по этому виду спорта. Далее, далее. Ну, вы видели голод мой. Так как я не просто, знаете, только раз и отголодал сразу 40 суток. Нет. Я к этому готовился постепенно. Мне было интересно, что этот метод может дать. Сразу замахнуться на 40 суток, конечно, можно. В клинике, под наблюдением. И то могут врачи, там специалисты, которые следят за этим, могут вас не допустить до такого срока. Самостоятельно же пришлось готовиться. Начинать сутки, двое, трое, пятеро, там и так далее, и так далее. И, наконец-таки, как говорится, апофеоз. Я дошел до 40 с лишним суток. Отголодал. О чем есть видео. То есть, я знаю этот процесс. Как и что делать для того, чтобы отголодать это. Выйти и получить хороший результат. Даже не хороший, а прекрасный результат. Знаю. Сделал. Сам. Два раза я голодал по 8 суток насухо. 7 суток, если честно, и в 8 суток насухо. То есть, я знаю, что такое сухой голод, как он работает. Что касается гибкости, я ее специально так не развивал, но работал в этом направлении. И, как говорится, мое высшее достижение, как в спорте, мастер спорта стал, с результатом там таким-то. Здесь это закрытый лотос. Буквально-таки вот два дня назад приходила шестилетняя внучка, которая занимается гимнастикой. И она делает шпагат, растяжка у нее нормальная, все это такое. Мне, дедушке, демонстрировало все это дело. А я ей показал лотос. И, представляете, вот она не растянута именно для лотоса. Она сначала не могла сесть, но потом кое-как там она там все-таки молоденький организм. Кое-как она села. Я же сижу хорошо, то есть растяну. Но закрытый лотос, это совершенно иная гибкость. Это не только у вас гибкость ног, таза, но это гибкость и плечевого пояса. И я сел, это показал, сделал. Совсем недавно, ну буквально-таки вчера, это сегодня у нас 5 января, поразил такой звонок моего знакомого по еще по спортроте в Ростове-на-Дону. Он говорит, я удивился, как ты можешь животом вот так вот двигать. Ну это упражнение, я бы не сказал, что какое-то сложно, но тем не менее к нему тоже надо подойти и делать. И его дел, чем его, конечно, поразил. Далее, что я еще хочу сказать, раскачаться. Я раскачивался до 117 килограмм. То есть набор мышечной массы. Там, конечно, с жиром совсем, но не столько жира, как там человек полный. Тем не менее, я знаю, то есть накачаться. И даже сейчас вы можете посмотреть мое видео и попробовать. Я сейчас вот совсем недавно делал с 27 килограммами вот такие вот движения. Гантель 27,5 килограмм. Попробуйте сделать это на седьмом десятке. И вы тогда как-то задумаетесь, сможете вы это сделать или не сможете. Что касается закаливания. Я также готовился к этой непростой процедуре. Общению с холодной водой. И тем не менее, я сейчас без всяких внутренних сопротивлений, а раньше у меня это было, я ныряю в прорубь, окунаюсь. Все это нормально. Да, по нормализации массы тела, если вы хотите стройненьким быть, и я был стройненьким, то есть я придерживался голодания, придерживался раздельного питания, так жестко, в питании уклон был больше сделан на растительную пищу, даже занимался сыроедением. И пожалуйста, вот так вот вы будете выглядеть, вот как выглядел я в свое время. Так, что еще? Что еще? Опять-таки спорт, значит, гибкость, закаливание. Ну, на голову я могу становиться, да? В лото, значит, то есть сила, гибкость, масса, нормализация, масса тела, сброс ее. И дальше, дальше, подводя итог нашей беседы, я хочу сказать, значит, я преуспел в спорте до мастера спорта. Знаю, как это делается. В голоде 40 суток. Знаю, как это делается. В гибкости закрытый лотос. Знаю, как это делается. В закаливание пожалуйста, ныряю. Ну, и это, как говорится, все такие показные вещи. Ну, и работа с информацией. Работа с информацией самая интересная и достойная вещь. Ну, и как вы видите, в какой-то мере и преуспел и в материальном плане. Что тоже могу сказать. Это довольно-таки интересная вещь. Когда вы за счет умственных своих способностей учебности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok